Идут. Именно видно после операции. Оказывается, соболины и сумы покупают арабы. Здесь очень красиво. Здесь настолько все ухожено. Там раскрывается такой красивый вид на Барсфор. Розы цветут в декабре. Где вы еще такое увидите? Сразу говорю, чтобы меня не исправляли. Я говорю правильно. Это эрминовые ароматы от Comfort. Я тестила в Сифоре вот этот. Это реальный аромат кожного магазина. Это Джон Малон. Сейчас обязательно что-то я попробую. Всем привет. У меня уже следующий день в Стамбуле. Это наш последний день. Сегодня у нас самолет. И мы отправились на турецкую барахолку. Очень интересно. Может, найдем какие-то там винтажные вещи. Приобретем. И что хочу отметить. Вот сколько я гуляю здесь по улицам. Я, конечно, не снимала эти моменты. Но это не тактично и неправильно. Но, тем не менее, для себя я сделала определенные выводы. Что очень много девушек после пластики идут. Именно видно после операции. Ирина пластика. И еще какая-то пластика лица. Но только у тебя не нос пластырь, а щеки пластырь. Я, конечно, не пластический хирург. Я не знаю, что это за вид пластики. Но такой интересный момент, что эту пластику делают не европейцы, а женщины восточного мира. Это, конечно, очень удивительный для меня такой факт. Европейцев я не увидела. И еще следующий момент. Зашли мы здесь в местный магазин с меховыми изделиями. Ну и начали говорить за шубы. Сейчас я перейду дорогу. Один момент. Так, я уже перешла дорогу. И я с вами. И, значит, такой момент, что, оказывается, соболины и шубы покупают арабы. На что я спросила. У меня вопрос. В таких теплых восточных странах, куда можно ходить в соболиной шубе, которая считается самой вообще теплой шубой? На что они мне ответили. Они покупают их для путешествий в Европе. Ну, то есть, если уже арабы покупают соболины и шубы, то мир переворачивается, скажем так. Ну, для меня это, конечно, удивительный факт. Вот. Так что такие вот у меня новости из Стамбула. Мы уже подходим к барахолке. Так что сейчас вам еще поснимаю. Что мы там найдем, не найдем, не знаю. Но на всякие старые винтажные вещи я очень люблю смотреть. Так что тоже беру вас с тобой. Малоприятная новость. Барахолка сегодня не работает. Так что ничего не получилось приобрести. И вот буквально мне опять только что на встречу пришла девушка после пластики. Лично мое мнение, что это все влияние, опять-таки, интернета, инстаграма. Особенно в инстаграме вот эти вот идеальные фильтры. Когда ты смотришь на себя через фильтр, ты весь такой просто идеальный, красивый, без каких-либо изъян. И люди хотят и стремятся достичь вот этого идеала. Но это уже слишком. Путем пластики я считаю, это уже слишком большие жертвы. Просто весь мир интернета, инстаграма, я думаю, нужно воспринимать проще. И любить себя в зеркале, таким, какой ты есть, а не прибегать к пластике. Я понимаю, что здесь, в Стамбуле, и все мы знаем об этом, очень много пластических хирургов. Прямо они занимают самые топовые позиции в рейтинге. Просто меня перебили, я снова перебегала по быстрому дорогу. Здесь, конечно, эти всякие такие крутые склоны. Нужно быть очень осторожному, внимательному. Скажу честно, водить бы здесь машину я бы, наверное, не смогла. Потому что здесь такое насыщенное движение. И все такие резкие, жесткие. Все так у них очень быстро, маневренно происходит. Это точно не про меня. Я более спокойный водитель. Еще момент по пластике. Мужчины, как я здесь поняла, занимаются наращиванием волос. То есть это очень откровенно видно. Я не знаю, как это происходит. Мне интересно это узнать. Сейчас, наверное, будет меня очень плохо слышно. Потому что здесь происходит ремонт какой-то дороги. Сейчас пройду и продолжу. Так вот, я вновь вернулась и на тему наращивания волос. То есть, как я понимаю, это также происходит путем хирургического вмешательства. И я вижу у многих именно на голове такие, как бы это, нарощенные луковицы. Я бы это так назвала. Выглядит это, честно, очень странно. Очень странно. Причем, когда это идет мужчина, и у него таким образом выглядит голова. Ну, как-то это странно выглядит, честно вам скажу. Вот. В общем, чтобы понять, какой Стамбул, нужно просто свернуть в местные какие-то улочки. Не только центральные какие-то достопримечательности смотреть, центральные улицы. А чтобы понять реальную жизнь, нужно просто зайти в какой-нибудь мелкий дворик. И вот все кардинально вообще меняется, когда ты не видишь туристов, когда ты видишь местное население. Так что, вот такие мои выводы. Но, тем не менее, я очень люблю Стамбул. Мне нравятся эти все маленькие узкие улочки. Каждая имеет свой колорит. Так что, я считаю, что Стамбул стоит посещать. Парохолку у нас посетить не получилось. Сейчас хотим закончить как-то культурно наше прибытие в Стамбуле. Посетим дворец Далмбаш. Здесь такая красота. Так что, поснимаю для вас. Здесь очень красиво. Здесь настолько все ухожено. Там раскрывается такой красивый вид на Босфор. А здесь нас встречает. Посмотрите, какой роскошный фонтан. Очень красиво. Роза цветет. Мы приблизились уже. Даже розочки цветут. Какой красивый фонтан. Чё? Невероятная картинка. Роза цветут в декабре. Где вы еще такое увидите? Вот такая вот фигура львов. Вы знаете, я на это все смотрю, на эту красивую архитектуру. И меня почему-то совсем уносят не восточные страны, а это какая-то более европейская архитектура. Как для меня, дворец выполнен в таком красивом селе. Там очень красивый вид на Босфор. Внутри музея снимать запрещено. Ребята, там красота просто невероятная. Я рекомендую от души просто всем и каждому это посетить. У входа, вот когда я только попала сюда, я сказала, что архитектура меня впечатляет. Совсем нетипичная в восточном стиле. Как оказалось, что султан себе строил это в стиле барокко. И архитекторы были наняты. Известная семья армяне. Это просто невероятные постройки. Все очень красиво. И, в общем, как я поняла, потому что пристроились немного к англоязычной экскурсии, что просто султан вдохновился архитектурой европейской и хотел не уступать Европе. И чтобы его дворец выглядел очень достойно. Там внутри просто невероятнейшая красота. На лестницу потрачено 14 тонн золота. Я сожалею, что нельзя было снимать. Я пыталась, но мне несколько раз подошли, сделали замечание. Поэтому, ребята, рекомендую вам к просмотру. И вот уже по окончанию, когда выходишь из дворца, открывается вид на такие роскостные ворота на Босфор. И вот делюсь вам видом со стороны Босфора на прогулочном лайнере. Его также видно. Красота просто неимоверная. Что, прозовый? Здесь традиционно начало намаза. Продолжение следует... Решили купить для дома вот такие вот навалочки. И все, выбираем с катер на стол. Навалочки мне очень понравились. Я украшу ими подушки. Будет очень стильно и красиво. Смотрите, какая красивая керамика. Ну вот знаете, тоже стою и думаю, стоит мне это покупать или не стоит. Все-таки пришла к выводу, что, наверное, все должно быть в каком-то едином стиле, чтобы это не вписывалось. Но, к сожалению, у меня в доме это совсем немного не вписывается. Но очень красивые вещи. Посмотрите, вот вообще шкатулка, да, невероятная какая. Базы, очень много всего красивого. Вот, также очень красивые вещи. Но все равно, опять-таки, я приказу к выводу, что оно должно вписываться в интерьер. Очень красиво, но как-то я люблю, чтобы это было не монокромно, но как-то в едином стиле. Мне это тоже, к сожалению, не подходит, но, блин, это очень красиво. Я, я же слава, все форусы, здесь происходит какое-то мероприятие, все слишком шумно. Сейчас смотрю на дестера Бобби Брау, но хочу сказать, что много продуктов нет. Мой любимый Армани. Вот, о чем я говорила, Face Fabric, это то, чем я пользуюсь, но у меня в гробнике самая легкая текстура. И также еще могу советовать вот этот сушен. Возможно, я себе его и возьму, он нереальный просто. Обожаю Армани. Вскоре танцы начались. Здесь все сейно, здесь очень что-то удобно. В те пори очень много разных миниатюр. Отправились немного дальше, зашли в такое очень уютное место. Вот за что я люблю Турцию, все настолько по-простому. Понимаете, на каждом квадратнометре есть вот такие милые и абсолютно уютные и доступные места, куда может просто каждый человек вот так вот зайти, присесть, взять чай себе. Или, например, вот как я взяла себе фруктовый микс. Вы даже посмотрите, в какой красивой сахарнице здесь сахар. Так что сейчас мы немного передохнем и будем двигаться дальше, потому что сегодня у нас уже самолет, у нас осталось не так много времени. Встретимся уже в аэропорту. В аэропорту он просто гигантских размеров. Я сейчас буду направляться, ну не буду вам снимать всю нашу регистрацию, это ждали. Уже с Дьюти Фри тогда поснимаю. И, скорее всего, Дьюти Фри я выложу как отдельный блог, потому что я знаю, что очень много вопросов, очень много интересующих. И чтобы вам было проще и удобнее, если вас интересует Дьюти Фри, я это запишу отдельным видео. Аэропорт, конечно, просто гигантских размеров. Так что до следующего моего включения. Наверное, эта фраза будет очень часто звучать, потому что много моментов, которые снимать. Я буду, потому что впереди меня еще ждет два города. Так что до встречи, друзья. Друзья, прошли мою регистрацию, вот Дьюти Фри. Я пойду в косметику. Там дальше уже еще идет продолжение продуктов и так далее. Смотрите, какой красивый стенд от Гуччи. Их новая лимитированная коллекция помад. Очень красиво. Очень красивый стенд от Гуччи Габана в виде камина. Так вот представлены здесь ароматы. Но, к сожалению, не на всю есть здесь цены. А нет, вот уже, например, набор будет стоить 255 лет. Очень красивый стенд. Новые ароматы от Томфорд. Я тестила в Сифори вот этот. Это реальный аромат кожного магазина. Не кожного, а кожного. Именно когда заходишь в обувные, например, магазины, пахнет все кожей. Хочу найти немножко цену. 112, 127 и 89 евро. Вот я люблю от Томфорд вот этот аромат Солей Бланк. Он божественный. Здесь представлена полностью вся-вся-вся линейка от Томфорд. Красивый стенд от Эрмес. Сразу говорю, чтобы меня не исправляли. Я говорю правильно, это Эрмес. Я очень люблю Твили в Эрмес. Очень хороший, достойный аромат. Вот такой вот красивый стенд. Ну и цены. Вот как бы я вам показываю. Там можете уже ориентироваться с нашей Медвили. 78 евро. Это, я так понимаю, уже обновленная версия. Сейчас обновленная коллекция помад от Бёрбери. У меня есть предыдущая версия вот этой помады. Оттенок 205. Вообще он очень-очень красивый. Люблю его такой нежный. Но это серия более такая, как бальзам. Моя более кремовая. Но они оставили упаковку ту же. А содержимое уже изменилось. Джо Малон. Сейчас хочу обязательно что-то я попробовать. Вот стоимость. Ну 100 миллилитров 97 евро. Здесь представлена коллекция. Приватная от Герлен. Мне очень понравился аромат Ангелии Кануар. Просто прекрасен в холодное время года. Но, к сожалению, его нет в наличии. Тест приезд. Аромата нет. Так бы я себе его взяла. Также еще смотрите, как здесь красиво все оформлено. И вот такая новая коллекция. Точнее, это не новая коллекция. Это старые ароматы. Но представлены в новом виде. И вот так выглядит здесь аромат. Аромат можно его вот так затестить. Поэтому, ребята, кто будет проездом здесь, обязательно, обязательно обратитесь к консультанту. Вам все подберут, подскажут. Герлен, конечно, невероятный стенд, как всегда. Я обожаю Герлен. Я фанат Герлен. Но, к сожалению, нет ни одного из моих любимых ароматов в наличии. Ни инсаленса, ни линстанта. Ничего нет, к сожалению. Поэтому я осталась без покупки. Ну и здесь уже, конечно, декоративно. Любители Шалемар в самом объеме, максимальном. 90 миллилитров стоит 117 евро. Это вообще прекраснейшая цена. Но у меня Шалемар есть, поэтому я его покупать, конечно, не буду. Мон представлен. Мон вообще не люблю. И эта коллекция.